С обедом не опаздывайте! Субтитры сделал DimaTorzok 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 А, фуууу, я зрозумів, ты в мене трошки перепутывался, но мне трошки сказали, что он не один. Да, на сегодняшний день их уже два. А это в Лофе ци два? Да, біля першой школы еще один есть. И сейчас строят біля другой школы. Плануется осенью, на конец осени его сдать, насколько мне понятно, из информации, из заступника мэра. Хорошо. Вы сказали, что Игорь Ерменко, а кто? В каким вы чином? Вы, керуючи этим кортом, или кто? Нет, я не керую, как администратор группы. Ну, и всех охочих тренирую, надаю уроки. А, вы тренер? Партнеры, да. Не-не, ну, это... Чисто на добровольных условиях? Да, я працюю на предприятии, а тут на добровольных засадах. Я зрозумев. Я зрозумев. Что нужно, чтобы играть, кроме того, чтобы записаться? Великое желание. Ракетку там? Ракетки, да, обовязково, теннисные мячки. Что, допустим, больше ничего? Это только теннисный курт? Какие там приладки, додатковые злицы? Нет, не треба, не треба. Дві ракетки, четыре мячки и, будь ласка, приходите. Ну, я смотрю, это и бюотуалет. И бюотуалет поставили, да. Это все тоже тут... Да, это местная влада. Местная влада построена, да. Единственное, что у нас тут на сегодняшний день трешечки... Ну, весной купили витозахисные сетки. Чтобы меньше дуло по витре. И мячи меньше вискакивали. Добавая вискакивает через все вишки. Трошки широковато. На других куртах уже ці недолики враховали. И вишка трошки узклично забила. Ага. Трешечки теперь вмешали лавочкам, чтобы смотреться. Змагания, как проходят. Влада обещала... Нема куда без добра, да. ...пластиковые сидушки, чтобы поставить в форт. Хорошо, какие планы? Есть какие-то планы проведения турниров? Ну, у нас в том году уже были соревнования. Человечи были певные соревнования. В открытом первости в городе области. Там заводские тоже участвовали. Я своим напарником, лейтенантом Алексеем, стал чемпионами. Мені 51, ему 63. Но мы молодые выиграли. Понятно. Ну, тренивание, так же? Да. Таким тренировкам, умениям, конечно. И в этом году мы тоже проводим. Это сейчас идут соревнования. Уже на завершенном этапе. И потом будет одиночное соревнование. Серед мужиков это 100%. А женщины поднимемся, если будет желающих. Потому что женщины тоже играют. Да, без вопросов. Например, у нас в группе, честно говоря, сейчас скажу, у нас позавчого я специально еще поделился, видимо, мы позвонили. Ну, тоже тришечки сейчас. Вот. Додаются женщины, я так понимаю, что женщинам тоже интересно, немножко поддерживают форму. Да, еще как. Дуже додаются. Вот, смотрите. На сегодняшний день у нас 156 участников. Это 156 участников в группе. Да. Да, сгоди не все играют 156, но около 40 участников постоянно играют. Постойных участников. Постойных участников. Я же вижу просто, как занимаются вайберами. Хорошо. Такое вопрос. Скажите, как взять участие в турнире, например? Ну, во-первых, в фейсбуке выкидали. И группа в фейсбуке, да? Ну, у нас не группа в фейсбуке, есть группа в фейсбуке «Колос». Ну, там про футбол. Ну, больше всего про футбол пишут, но и описывают волейбол, например, теннисные. Ну, это они тоже описывают. Например, в минулом году мы эти группы в фейсбуке можно почитать. Угу. Я зрозумев. То есть, для того, чтобы взять участие в турнире, прежде всего, необходимо группу вайбер, да? Да. А потом... А заеструватися. Ну, мати бажання заеструватися в группе и написать, например, что мы божаем таки-то таки, то мы божаем пограти на чемпионате. А чорный список есть? Нет, нет. Пока что нет. Ну, формуется, или нет? Нет. Единственное, что бывает, иногда я, так, знаете, виговоры делаю. Багато, кто, например, занимает, ну, у нас там есть правила, например, ты занял, да? Тебе не получается. Пиши, будь ласка, «Видмена». Багато ж божаючих, код будет простой. Вот. Тоди... Людина отменяет, а іншим занимает. И вот это в последнем часу что-то, ну, еще погодные умовы, что дождя пошли, что много отмен. И вот это же я теж завжди прошу у участников, «Поведомляйте». «Поведомляйте». Плануйте свой час. Бо, я их тоже разумію, ну, хочется дуже пограти. И они, например, начинают занимать час, а не знаю, ли сможут, ли не сможут. А потом отменяют. А много и хочется, и думают в тот час. Ну, это единственное таки, сутки. Я, честно говоря, даже не знал, что тут такие корни. В Уссепаде будет 2 года. Так что думаю, что там, насколько я чувствую, и ОТГ планует заводское тоже побудовать. В планах, в планах. Ну, плани, воно, это хорошо. Начали мы с другим на співзаводе, на стадионе, там, где асфальтовый корни. Мы здесь начали. От вас житель Виталій Федоренко, я, Максим Барко, Игорь Кузьменко. А потом, как тут побудовали, продолжили тут. Будем надеяться, что будет в заводском. ОТГ один одного догоняют завжди. Змагание, так, что будем надеяться. Чтобы было не только в спорт, а и в развитии. И это хорошо. Да, и самое главное, чтобы еще и качество строить. Чтобы нормальных подрядников находили и строить. Чтобы на долгое время. Тут я вижу, что вроде бы нет таких. Тут непогано. Для первой школы хуже. Хуже, да? Да. Для первой школы хуже. Там покрытие набагато мягче. Ну, может для баскетбола еще ничего, волейбола. А для теннис там набагато хуже. Ну, надо следовать за работой подрядника. Чтобы все было хорошо. Надеемся, что біля другой школы там будет все. Все хорошо. Ну, уже боюсь спитать. У вас это просто как хобби? Чи это действительно какой-то спортивный опыт попередний? Нет, нет. Да. Это свое собственное хобби? Это желание, да? Да, да. Я просто играл на стольный теннис. Воно мне немножко... Ну, на стольный теннис про школу. Все життя. С детства. И последний день. Воно мне немножко легче далося, чем иначе. Теперь езжу на соревнования. Ну, только в офис, например. В Киеве участвую езжу. Ну, а как? А алкоголь? Там сигареты? Да? Помогают? Нет. Сигареты точно не знаю. Бо я не каю. А алкоголь по святам чомби. По святам? Я просто думаю, что... Все нормальные люди. Просто думаю, что если этим заниматься, так надо трошечки. Нет, нет. Все профессиональные спортсмены выбивают по святам. Понятно. Николи не смотрел ваш канал. Ну, хочется людям. Да, ты скажешь, буду видеть. Баба Яга протест. Назва такая, да. Броска. Ну, это не... Например, интервью, это не до сегодня. Тут Баба Яга явно не протест. Только зал. Только зал, да. Чтобы люди спортсмены занимались. Самое главное. И здоровье было много. И все же таки... Цей карантин закончился. Ну, все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Для того, чтобы человеку изменится, покрасить свой физический стан, то необходимо, первое, если вы действительно хотите изменять свой стан, можно закрыть сердце или открыть очки. А для того, чтобы действительно что-то сделать хорошее, открыть очки, придите на теннисный корт и сделайте свое здоровье кращим. Будьте с нами, подписывайтесь, ставьте лайки на канал. Ну, конечно. Поехали. isations